YouTube приостановил в России всю рекламу, а это был основной источник нашего финансирования. Если вы хотите поддержать наш канал, то реквизиты указаны в описании под видео. Многие сейчас думают, а что будет с экономикой России? Этот вопрос задается сейчас все чаще и чаще, но отвечают на него неправильно. Эксперты лезут в дебри финансовых показателей, экономических критериев и прочую арифметику. Ну, понимаю, они эксперты, им так положено, а мы ответим проще. Неужели вы думаете, что если бы санкции действительно могли бы с нами что-то сделать, их не ввели бы раньше? Вы как себе представляете? Сидят такие американцы в 2014 году, смотрят, как Крым уплывает в родную гавань и говорят, за Крым можем ввести это и вот это, а вот это ввести уже не можем, потому что это будет перебор и несправедливо в отношении русских. Прямо-таки открывают уголовный кодекс юного гегемона и смотрят. Статья 777, примечание 1, изменение границ другого государства без разрешения Конгресса США. Санкции такие-то и такие-то, другие нельзя, мамка заругает. Да, конечно, нам могут возразить, что санкции типа ударили бы и по самим США и нанесли бы им убытки типа 200-300 тысяч 500 миллиардов долларов, поэтому они зассали. Ребят, прежде чем это говорить, откройте финансовую статистику США и узрите, каких размеров дыры они затыкали последние годы. Это почти 10 мать их триллионов долларов США. Дефицит бюджета США в месяц под 300 миллиардов долларов. Вы всерьез думаете, что ущерб в 2-3-5 триллионов долларов США ради победы над единственной страной в мире, которая может превратить их в ядерный пепел, их бы смутил? А какого масштаба были бы трофеи от поверженной под гнетом санкций России? Закачаешься. У всего бы ФРС и Уолл-стрит от такого кое-что стояло годами и даже во сне бы не падало. Под такой бы стартап даже калифорнийские бомжи денег собирали бы. Ну сами прикиньте, вводишь санкции из зада, получаешь ущерб в 5 или даже 10 триллионов долларов, закрываешь это эмиссией, плюс нагибаешь лохов из ЕС, диверсифицировать риски и все. Экономика России в клочья, голод, холод, распад страны, гражданская война и все. Миротворческий контингент НАТО осваивает российские ресурсы, а амнистированный Навальный строит прекрасную Россию будущего. Гламур, лемур и хэппи-энд. И вот вы серьезно считаете, что Запад ради этого бы не подзатянул бы пояса на год-другой? Однако ни в 2014-м, ни раньше США таких страшных санкций не вводили. Почему? По доброте душевной? Ну если верить нашим всепропайщикам, то именно так. А вот теперь они сподобились и все, хана России матушке. Вот только правда иная. США всегда знали, что санкции не работают. Зная они, что могут нас обвалить через санкции, они бы ввели их через 10 минут после мюнхенской речи Путина. Но нет, они знают. Что бы они ни сделали, это не нанесет нам критического урона. Иначе никакой бы ответный вред не остановил бы их ввести намного раньше. Санкции это не что иное, как демонстрация своего статуса гегемона не для России, для своих холопов, чтобы те не взбунтовались, глядя на непокорную и строптивую Россию. Чтобы они примеряли бы эти санкции на себя. И да, все страны ЕС, другие союзники США, смотрят и сглатывают слюну. Потому что то, что для России болезненно и неприятно, то для всяких там Германии и Франции был бы моментальный полный крах. 10% тех санкций, что введены уже против нас, хватило бы, чтобы любая страна ЕС сдохла бы в муках. Вот и все. Это то, что достаточно понимать о санкциях обычному человеку. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok